Ну что же, приступаем к следующей битве, и на арене у нас компонент SP Page Builder. Я думаю, вы уже слышали о данном компоненте, это одно из лучших расширений для создания лендингов на джумбла, но мы проверим это еще раз в нашей битве и сравним с остальными участниками. По данному компоненту я неоднократно записывал курсы, по первой версии, по второй. Сейчас уже вышла третья версия SP Page Builder, но отличие от второй у нее в том, что появился внешний интерфейс, можем изменять лендинги во фронтенде, плюс там мелкие ручечки добавились. Итак, что же собой представляет компонент SP Page Builder и как он может работать? Небольшое досье. Значит, данное расширение представлено в форме компонента и модуля, и плагина. И мы можем создавать лендинги, как используя сам компонент, то есть заходим в нашу админку, у нас появляется пункт SP Page Builder, и здесь мы можем создавать лендинги. Так и можем создавать лендинги непосредственно в материале. Создаем материал, и у нас здесь есть переключатель. Обычный редактор джумбы или использовать SP Page Builder. То есть таким образом мы можем использовать возможности разметки SP Page Builder, его аддонов. Если еще используете интеграцию ShotCode Ultimate, то все аддоны будут у нас прямо в одном материале. Это мега удобно. То есть то, что предлагает GSN Page Builder, только в нашем случае это работает, и аддонов гораздо больше. Ну то есть GSN Page Builder просто у нас не работал. Есть один грешок. Далее, количество элементов. Есть бесплатная версия, там 13 элементов или 15. Мы сейчас рассматриваем только платные версии, то есть наши бойцы должны быть во всеоружии, иначе как их сравнивать. А в платной версии у нас доступно 49 элементов и возможность вправки и создания лендинга через внешний интерфейс. Плюс возможность загружать сторонние шаблоны, шаблоны секций и устанавливать русский язык и интегрироваться с материалами. Плюс, если мы устанавливаем ShotCode Ultimate, у нас появляются еще 84 элемента. Независимо, платная версия SP Page Builder у вас стоит или бесплатная. ShotCode Ultimate в любом случае добавит вам эти аддоны. Они будут прямо в панели управления. Это мы рассмотрим в следующем уроке. Шаблоны секций имеются, шаблоны страниц имеются, плюс можем также сохранять созданные нами аддоны, настроенные так, как нам нужно, и потом использовать. Русский язык имеется. Изначально переводили данное расширение мы. Потом разработчику стало лень портировать наш перевод на новую версию. Они кого-то не нашли, и им просто портировали наш перевод. Так или иначе, русский язык есть, только почему-то он устанавливается только в платной версии, то есть в профессиональной. И устанавливается он непосредственно вот здесь, в вкладке Languages. Можно устанавливать любой язык. Далее. Стоимость расширения 49 долларов. Очень низкая стоимость для такого расширения. В переводе на рубли это 2800. Посмотрим на демку, что здесь еще можно добавить. Поддерживает абсолютно все фреймворки, как заверяют разработчики. Мы это проверим. Вот так выглядит внешний интерфейс. Такие аддоны. Да, интегрируется не только с материалами Joomla, еще и с K2 и J2Store, интернет-магазин. Так, ну в принципе все. Ну что ж, краткий экскурс по SP Page Builder предоставил. Сейчас переходим к тотальному разбору.